Цена на нефть продолжает вяло текущие торги немногим ниже области ранее достигнутых максимумов, но все равно цена на углеводород остается высокой. Кроме того, рынок подогрет ожиданиями заседания ОПЕК+, на котором будет обсуждаться пролонгация нефтяной сделки и, возможно, новые ограничения на нефтедобычу. Поддержку рублю, правда, локальную, оказывает и начало очередной фазы налогового периода. Более подробно о ситуациях на валютных и сырьевых рынках расскажет наш экономический обозреватель Александр Марусинин, сразу после того, как будут озвучены установленные Центробанком курсы валют на 28 ноября. Они выглядят следующим образом. Итак, доллар по отношению к рублю просеял минус 25 копеек, его продают за 58 рублей 28 копеек. Евро в цене прибавил 17 копеек, его торгуют по 69 рублей 50 копеек. А теперь слово нашему финансовому аналитику Александру Марусинину. Саша, здравствуйте. Чем завершается эта неделя? Здравствуйте. По итогам прошедшей недели российский фондовый индекс ММВБ вырос на 1,4% до 2161 пункта. Стоимость нефти марки Brent достигла отметки 63 доллара 80 центов за баррель, прибавив 1,8%. Цена на золото снизилась на 0,4% до уровня 1290 долларов за тройскую унцию. В этом выпуске мы затронем тему управления личным капиталом и бюджетом и поговорим о актуальной теме рефинансирования ипотечного кредита. Рефинансировать кредит, насколько это выгодно, какие нюансы надо учитывать, как не потерять на этой операции и в каких случаях рефинансирование оправданно. Давайте поговорим об этом. Начнем с плюсов. Основной аргумент в пользу рефинансирования – более низкая процентная ставка. Особенно выгодно рефинансировать ипотеку, когда остаток долга достаточно велик. Или кредит брался во времена, когда рыночные ставки по ипотеке были особенно высокими. Кроме того, рефинансирование в ряде случаев позволяет увеличить сроки займа и снизить ежемесячные платежи. Есть и еще один фактор – возможность перехода от дифференцированного вида платежа по кредиту к иннуитетному. Конечно, если такой вид для заемщика удобнее. Или наоборот. В борьбе за клиента банки предлагают различные программы – от осрочки ближайшего платежа вплоть до выполнения застройщиком каких-либо дополнительных отделочных работ. И это тоже весьма весомый аргумент в пользу рефинансирования. Вместе с тем, рефинансирование ипотечного займа – операция далеко не однозначно выгодная. Большинству банков невыгодно рефинансировать ипотеку в этом же банке. Заемщику придется воспользоваться услугами другого банка. И вот тут следует учесть несколько важных аспектов. Как раз об этом мы подробно поговорим, но уже в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok